Приветствую вас. Ну, поскольку вопрос свой вы задали очень коротко и, собственно говоря, не раскрываете никакой информации о себе совершенно, то, соответственно, ответ будет, соответственно, тоже довольно общий, потому что нельзя давать конкретный ответ на слишком общий вопрос. Я думаю, что для начала вам необходимо понять, что для вас уверенность желает. Понимаете, каждый понимает уверенность по-своему. И, пожалуй, нужно понимать, что нет и не может быть какой-то такой единой нормы, единого правила, единого пространства, единой какой-то сферы уверенности в себе. У каждого человека эта уверенность в себе своя. Это нужно понимать. Чем быстрее вы это для себя осознаетесь, чем быстрее вы это для себя поймете, тем лучше будет для вас. тем лучше, чем эффективнее вы сможете, как бы, подобрать для себя, как бы, наиболее приемлемую модель поведения. То есть, это первое, какой идеал уверенного в себе человека, по вашему мнению. Это первый момент, это первый вопрос, на который вам нужно ответить, в контексте того, что вы спрашиваете. Далее, следующий важный момент, это момент, когда вы установили критерий, установили некий образ, куда вы могли бы стремиться. То есть, установили некую, такую, ориентировочную систему, да, точку от счетов. Давайте подумаем, что мешает вам снять, какие препятствия стоят на этом пути. Понимаете, условно, препятствия можно разделить на несколько частей, на несколько видов. Первый вид препятствий, это непринятие себя. То есть, вы по какой-то причине, ну, это напросто, не принимаете себя такой, какая вы есть. Вы не можете себя принять, и, ну, вероятно, может быть, даже не хотите. Вам в себе что-то не нравится, и вы это не принимаете. Из-за того, что вы не принимаете это, у вас наблюдаются проблемы. Соответственно, чтобы проблем не было, нужно для начала все-таки себя принимать. Но что принимать? Что именно принимать в себе? Нужно принимать в себе определенные качества, которые являются вашими индивидуальными особенностями. И отличаются они от откровенности недостатков тем, что в отличие от последних, индивидуальные особенности могут играть вам в том числе и на пользу. В том числе и, как бы, могут вам помочь реализовывать себя. То есть, определенные качества вашей личности, определенные качества вашей индивидуальности нельзя убирать. Это негативно плохо сказывается на вашей самобытности. То есть, вы таким образом, если вы хотите их убрать, будете себе вредить. Это первый момент. Момент второй, который касается того, что вы не уверены в себе и в том, что есть такие у вас черты, которые вам откровенно вредят. Если это так, если есть черты, которые вам откровенно вредят, то нужно просто подумать над тем, как можно было бы их купировать. Как можно было бы свести к минимуму их влияние на вас. И тогда вы будете точно так, что даже если немножечко у вас какие-то там, ну, недостатки есть, то это вот самый-самый минимум. Который, кстати говоря, ну, необходим. Без недостатков человек не был бы человек. Вот это тоже нужно понимать. Далее. Вот когда мы с вами говорили о том, что вам необходимо открыть образ, то есть определить для себя, что именно вы считаете уверенным, кого именно вы считаете уверенным в себе человеком. Когда мы с вами говорили об этом. Вам можно понять, что для того, чтобы быть уверенным в себе, нужно почувствовать, что вы двигаетесь правильно. Для того, чтобы почувствовать, что вы двигаетесь правильно, нужно в первую очередь ощутить результат от своей действенности. Ощутить результат от достижения своих, ну, от достижения своих целей. И вот в таком случае можно говорить о том, что вам необходимо ставить перед собой определенные задачи и ставить перед собой вот эти самые определенные задачи. Достигая их, добиваясь их, вы будете наращивать уверенность в себе. К сожалению, к сожалению, большего вам сказать, наверное, не получится. Потому что у неуверенности в себе может быть слишком много причин. И мне не очень понятно, какие это причины у вас. То есть, что, например, заставляет вас думать, допустим, думать, что вы хуже других. Вот это все нужно с вами разбираться. Потому что, ну, вот так слепую двигаться, я надеюсь, вы понимаете, не самый лучший вариант. То есть, если вы реально хотите свою ситуацию исправить, если вы реально хотите поменять что-то в своей жизни, то это работа. Это работа. Я не могу сказать однозначно к сожалению или к счастью, потому что для каждого человека это означает что это свое. Но, тем не менее, для того, чтобы получать уверенность в себе, необходимо уметь принимать выбор, уметь принимать решение. Дело в том, что мы выполняем разные социальные роли, ну, в соответствии своей жизнедеятельности. И между этими социальными ролями всегда возникает противоречие, между этими социальными ролями всегда возникает, ну, как бы, борьба. И вот принять правильный выбор, то есть принять выбор такой, чтобы он соответствовал, например, тому, чего вы хотели бы, допустим, это очень сложно бывает. И вот уметь принимать выбор, исходя из ваших темностей, из ваших убеждений, из ваших идеалов, из ваших взглядов и так далее, вот это является также очень важным моментом. И в таком случае, в данном контексте, можно вести речь о том, что вам нужно желательно, необходимо определить свои ценности, определить свои какие-то вот убеждения, направления, которые могли бы вам помочь решить вашу проблему, решить ваш выбор. Потому что, если вы, допустим, не уверены в правильности своего выбора, то это лишь только потому, что основания, на которых вы совершаете этот выбор, являются, ну, такими, знаете, не очень крепкими, не очень такими, ну, не очень четкими. И вот сделать их более четкими является, по сути дела, является основной задачей, вашей задачей, ну, или нашей задачей, если угодно, если вы решите все-таки работать с психологом. Ну, вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.